Всем привет! Сегодня решила снять коротенькое видео, показать вам первое цветение, первые цветочки джаботикабы. Я уже рассказывала вам про это удивительно интересное растение на канале, ссылочки я оставлю в описании к этому видео. Это плодовое растение из семейства Миртовые. Удивительное, конечно, интересное экзотическое растение, плодовое. Основная особенность и интересность этого растения состоит в том, что оно цветет и плодоносит на стволах и толстых ветках. И такое явление в ботанике называют каулифлория. Это развитие как раз таки вот у деревьев из спящих почек цветов, а затем плодов непосредственно на самом стволе и толстых ветках. Каулифлория, кстати, встречается у многих тропических растений, среди которых это всем известные какао, и фикусы, и хурма, и джекфрукты, и многие другие. Среди растений, кстати, нашей полосы, средней полосы России, это явление встречается, например, у волчьего лыка и облепиха. Цветки у джеботикапа не крупные, это такие вот 4 белых лепестка и множество тычинок. Это, в принципе, тычиночное такое вот цветение, которое характерно для растений и семейства миртовые. И располагаются они, как я уже говорила, на стволе и скелетных толстых ветках. Очень, конечно, интересно смотрится, оригинально, когда вот стволик прямо залеплен вот этими вот цветочками белыми. После цветения обычно завязываются плоды округлой формы. Если, конечно же, завяжется ягодка на моем вот этом растении, на вот этом первом цветочке, я обязательно вам покажу. Сейчас выведено много разнообразных сортов, у которых плоды отличаются и по размеру, и по цвету, и насыщенности вкуса. Их выращивают на плантациях у себя на родине, собирают и в диком виде, но и много оккультуренных сортов, которые являются сейчас редкими. Данная джеботикапа – это пление, красный гибрид у меня, растение привитое. Так как мы знаем, что все-таки метод прививок ускоряет плодоношение, я буду ждать, конечно же, дальнейшее цветение обильное и завязывание ягодок. Спасибо за внимание, за лайки, комментарии. Всем желаю только добра и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok